а нифига тут вентилятор был все это время а я им не пользовалась прям в пузо дует еще не хватает подставки для стаканчика и все будет зашибись и знаешь такую еще хрень для телефона так ставишь и прямой эфир везешь а чтобы тебе еще виноград в рот клали это такая вообще на глюкозе всем добрый день я сейчас нахожусь в зале под названием импульс на пятой просьбе эфир да сохраню я короче потенировалась и уже делаю кардио решила добавить кардио привет всем все в прыщах ну ладно с вами буду полчаса родинки еще прыщи у меня все вместе я не знаю когда ты последний раз некрасов был на меня подписан но в физике я тренирую и работала два года назад я уже два года как работаю в другом зале а сегодня ну когда у меня выходной я хожу просто другой это в другой зал это у тебя прыщи от химии а у меня прыщи от того что у меня критические дни почему ушла оттуда ну почему уходят с одного места работы на другое значит оно не подошло я же не только в одном месте всю жизнь должна работать и вот сейчас обосновалась в одном основалась точнее и меня оно устраивает так а чё я на каком дурацком уровне хожу ну вот другое дело нормальные вопросы будут сегодня или только прыщи от химии это очень классная тема когда при позировании они в принципе сводят какую-нибудь мышцу ничего не делать терпеть растягивать терпеть потому что ну при позировании мы так сильно вообще напрягаем мышцы что ну очень трудно сделать так чтобы их не свело я вот вспоминаю когда мы позировали у меня после позирования спина болела так как не болела никогда после тренировки спины вот и если ты на последней там стадии ну обычно сводит когда уже там жесткая часть подготовки когда организм получает мало всяких солей микроэлементов и практически обезвожен тогда вот мышцы начинает сводить ничего не делал терпеть растягивать мышцы если прям свой джейс как иголку себе колешь иголочкой в мышцы нам нужно расслабиться а вообще блин забыла как называется препарат по-моему мы пили аспаркам чтобы не сводила не помню в футбол я уснула я очень вчера была уставшая и я полдвенадцатого отрубилась ну я слышала что сто с чем-то минут было давали дополнительное время что Россия проебала но я особо не смотрела за полгода можно слепить что-то из тела сносное но смотря как занимается я считаю что при огромном желании и определенных усилиях можно я вот подготовилась к соревнованиям своим первым за полгода как раз ну для сцены я выглядела как говно а для жизни было охеренно вот да аспаркам в огне ну я просто забыла уже что мы пили вот но кстати тоже не факт что не будет сводить у меня у мамы помню после соревнований то есть это было даже не во время подготовки а уже после у нее продолжалось сводить мышцы и помню был случай когда мы с ней сидели в кафе и у нее настолько свело что она просто не могла двигаться я побежала в аптеку аспаркам иголку взяла иголку я так и не смогла проткнуть потому что ей было больно аспаркам выпила ну уже было поздно его пить потому что уже свело короче жопа была я смотрю и по хэштегу и по тем кто отметил потому что к сожалению люди умудрились неправильно хэштег обозначить то есть мой хэштег был без смайлика ну это же даже было логично что он без смайлика просто как бы смайлик был в конце хэштега и все все зачем-то репостнули подписав именно с вот с этим смайликом ну короче я всем номера дала сегодня еще буду давать потому что сегодня последний день нормально все будет разберусь чувствуется больше уверенности в их постах ну я просто перестала слушать людей всякие осуждения обсуждения они всегда будут эти осуждения в какой бы форме я ни находилась чем бы я ни занималась чего бы хорошего или плохого я ни делала поэтому я решила забить нехватка ее дает сильную судорогу и сводит ну вообще много факторов может быть почему может сводить мышцы но на сушке от нехватки многих микроэлементов воды солей да это основная причина ой я помню когда мы ехали в машине на соревнования по-моему в Казань ух и жопа была короче мы ехали по-моему четыре человека в машине ну то есть два сзади и двое спереди и если бы я ехала сзади одна я смогла бы как бы лечь и все было бы нормально нас было двое сзади тренер я мама спереди и еще кто-то спереди ну не суть сзади было двое я и тренер и у меня настолько в сидячем положении свело портняжную мышцу это неописуемая боль я такого к счастью больше никогда не испытывала так ее свело мне пришлось не знаю мне кажется я там на голову легла просто вверх ногами растянуть ее пришлось но это было очень-очень больно не знаю как описать это адская жгучая боль которая не прекращается ни при каком движении тут очень сложно ее убрать ну да все верно обезвоживание основная причина мы сегодня вечером пойдем с Ильей на человек и муравья и осу правда очень поздно в 10 вечера но просто то место куда мы хотим и там только единственный сеанс вечером 3D Илья обожает 3D а мне как-то пофиг я бы лучше без 3D посмотрела но нам надо 3D поэтому мы идем в 10 вечера мы человек и муравья смотрели нам понравилось конечно интересный фильм ну вообще от Марвел все интересное кроме Дэдпула не люблю Дэдпула о стена после титров это хорошо потому что у нас было пару раз что мы забывали ура я мотивирую вы меня тоже мотивируете когда мне такие вещи пишите в общем у меня на этой неделе было одно кардио с утра натощак по полчаса и вот после тренировки сегодня решила сделать вот и со следующей недели я просто сделаю в отдельный день у меня будет часовое кардио для этого я приду специально в зал вот и короче у меня в долге будет 4 силовых и одно кардио пока так привет бразильские фигуры ему нравятся стройные фигуры я бы не сказала что ему нравятся ну как ему нравится чтобы была большая жопа тонкая талия худые ноги как и многим мужчинам я когда вешу килограмм на 5 меньше в принципе так и выгляжу лучше на 10 ну в общем я пока плавненько к этому иду не хочу больше как раньше за пару месяцев приходить в форму потом резко набирать из-за этого сейчас я в очень очень комфортном режиме тело меняется мышечная масса прибавляется жировая постепенно уменьшается у меня легкий легкий дефицит иногда конечно подача голоден я понимаю что это так ну как бы временное бывает мимолетное ощущение дашенька спасибо большое что делать кардио после привет что лучше делать кардио после силовой ничего не поняла но мышцы тебя гореть не будут если у тебя достаточное количество белка в рационе можно еще быть сашки во время кардио пить то ничего с тобой не случится дрящом не станешь поверь у меня на подготовке было 6 кардио в неделю по 40 минут а потом чуть ли вообще не 7 ничего жир ушел мышцы остались просто нужно грамотно все делать не нужно слишком мало есть не нужно вообще много ничего не нужно ну я закончила говорить можно что-нибудь еще спросить так никто меня ничего не спрашивает перед самой вопрос придумывать для себя я не знаю мне кажется можно и в дождях заниматься Илья ну я бы не сказала что у меня хвалят нет не хвалят причем стоит мне что-нибудь ну допустим начинаю ну если забью на себя он сразу скажет что типа че я жру а когда я ну начинаю приводить себя в форму и выгляжу хорошо как бы ну я редко слышу комплименты ну просто он такой сам по себе он может там раз пятилетку сказать вот там какая-то стройная стала первый раз мне вид но я не реагирую потому что это настолько редко что ну я не знаю мне надо чтобы вот я там сделала меня похвалили тогда мне не знаю приятнее губы откачанные больше рационов хорошо просто иногда мне кажется что это неинтересно что все выкладывают свою еду и ну многих это бесит но я буду тогда выкладывать на похудение 2-3 грамма углевод достаточно ну в принципе достаточно у меня вот где-то 2,5 полтора ну то есть колеблется я могу сесть и больше чуть меньше 3-4 это уже больше на поддержку хотя все индивидуально нет ему не пофиг просто он такой сам по себе я ему говорю чтобы он меня хвалил но но нет иногда хвалит как бы это происходит нечасто да у меня в 17 лет когда я приехала с Англии я похудела 65 килограмм ну кстати сейчас я бежу 75 и выгляжу гораздо лучше чем тогда ну ладно не 75 74 ну так вот я 65 похудела до 55 я была очень худой ну прям вот я сейчас смотрю фотки некрасиво худой то есть просто тупо худая без мышц и у меня пропали месячные на полгода никак не восстановила они сами я начала есть как раньше перестала заниматься потому что у меня был год подготовки к ЕГЭ я ходила к репетиторам каждый день по 24 часа 2-4 не 24 и у меня не было времени на тренировки и я так уставала и была настолько сосредоточена на учебе что мне было похер что я ем и я набрала килограмм 12 за год снова даже больше чем скинула потом я летом снова похудела зимой снова набрала потом снова похудела я всегда как-то летом худею зимой толще рост у меня метр шестьдесят пять я сама по себе довольно крупная то есть мне худой быть не дано я могу быть худой при желании да и усилиях определенных но это мне очень сложно дается поэтому я выбрала медленным путем привести себя как бы в хорошую для себя форму но не худую то есть мне нужна мышечная масса чтобы я могла есть больше чем если бы у меня не было мышечной массы и к счастью у меня равномерно распределяется жир то есть у меня везде по чуть-чуть нет такого что вот там ноги худые руки худые у меня живот или наоборот руки ноги жирные а живот плоский то есть у меня мне повезло с распределением жира и как бы сочетание мышечной массы немного жирка дает довольно-таки приятные формы вот поэтому медленно но верно мы придем к этому мы это читаете я почему Илья не занимается у него раньше была отличная форма ребят ну не всем же иметь супер качковскую форму сейчас погружем в работу не знаю мне лично абсолютно все равно какой он был раньше какой он сейчас да конечно круто видеть кубики и огромные плечи так же как и ему гораздо приятнее видеть мой плоский живот и стройные ноги ну вот но периоды бывают разные разница лишь только в том что я это понимаю а он нет по отношению друг к другу в смысле вот меня меня это не смущает но пока мере на мое отношение к нему это никак не влияет главное чтобы короче не дрыщ даже можно чтобы был жирный и без кубиков главное чтобы не дрыщ терпеть не могу худых парней не то чтобы терпеть не могу просто ну меня не привлекает вообще если делать карту три раза в неделю делать круговую но не трениться весами при этом взять питание адекватно так можно лер в твоем случае ну как бы ты ну короче ну ты крупненькая вот поэтому тебе нужно сначала заняться именно кардионагрузками да можно делать круговые слизи питанием вот то есть если у тебя ну есть цель похудеть я просто так и не пойму по твоим постам ну хочешь ты или не хочешь потому что ну как бы у тебя и так все хорошо ну в смысле для тебя я имею ввиду все хорошо вот то есть смотря какая у тебя цель то есть хочешь похудеть потом какую-то форму иметь да круговые кардио питание и потом подключать нормальные тренировки силовые вот ну я это и поняла то есть я не хотела обидеть я просто пыталась как-то нормально выразиться вот потому что с твоим конечно с твоими движениями с твоей харизматичностью у тебя и так все прекрасно это редко таких людей встречаю вот поэтому тебе чуть-чуть поменьше стать и будет все шикарно есть просто девчонки которым реально идет быть ну в теле вот которым вот не нужно прям худеть им нужно просто чуть стать компактнее в принципе я отношусь к такому типу людей мне вот быть худой не надо толстый тоже плохо поэтому мне вот килограмм 10 то есть в идеале там не знаю 15-20 да скинуть ну ладно не 20 15 а так вот 5-10 и меня в принципе устраивает вот когда я начинаю весить 65 при своем росте 165 ну я себе очень нравлюсь вот был уже познакомств интересный факт о себе я подумаю был такой поздавно но наверное это уже было давно что все все забыли я что-нибудь такое придумаю а то у меня инстаграм немножечко начало это умирать проводишь ли разовые тренировки я из другого города просто конечно приходи в зал познакомимся потренирую тебя только мне в директ напиши пожалуйста именно в директ ну можно вконтакте как ты привет я замечательно сегодня проснулась позавтракала составила себе тренировки пошла потренировалась вот делаю кардио сейчас закончу осталось еще 7,5 минут и пойду за овощами и за фруктами потом дома у меня по плану приготовить на завтра поесть потому что Илья уходит на работу на весь день самой поесть прибраться хотела на пляж но что-то я последнее время перегреваюсь на солнышке и мне потом на следующий день плохо поэтому пока что выдержусь от солнца спасибо большое хорошо что ты в меня веришь я вот тоже в себя начала верить давай больше постов про себя больше фоток хорошо я постараюсь просто мне кажется что я так всем уже наскучила потому что ну из-за моих каких-то заморочек из-за этих периодов когда я ну реально хер на себя разбиваю люди думают ну блин ну сколько можно ну Николь Илья привет вот и мне кажется уже и мне интересно здравствуйте Илья Пичугин не хотела конкретно инстаграм получать деньги именно и все эти зарабатывать ну вообще я зарабатываю на инстаграм но не столько сколько хотелось бы то есть в этом да мой косяк я не раскручиваю инстаграм нужно покупать рекламу нужно себя продвигать нужно делать СФС ВП и все в этом роде но ну надо этим заняться я в этом плане короче жопу свою не поднимаю вот ну как бы еще одна причина почему я этого не делаю вот это та по которой бля что говорю то уже совсем в общем еще одна причина почему я не делаю все эти рекламы и ВПшки потому что мне кажется как раз нет не то чтобы впадло вот я думаю как бы а что я себе напишу подписывайтесь на Николь она что она что делает она то худеет то толстеет не знаю она живет с кошками проводит прямой эфир с кардио ну как бы у меня если другие блоги довольно-таки информативные что-то интересное у них находишь то мне кажется что мой очень скучный по сравнению с другими поэтому я не знаю что написать не то чтобы мне впадло просто мне как-то ну непонятно что писать нет Леру зато все понятно ты занимаешься танцами на тебя приятно смотреть как ты танцуешь и ну в принципе все этого хватает вот конкурс скорее всего будет в ночь либо вечером я все это сделаю вот мы вечером в кино идем я скорее всего вот ближе перед кино буду раздавать последние номерки и подводить итоги но я же все это в сторис озвучу конечно же ну Лер я не согласна как бы ну понятно что ты девочка в теле ну что тут отрицать и я там когда поправляюсь далеко не дюймовочка но просто какая разница в каком теле человек если он занимается любимым делом если он может чему-то научить другого если ему самому комфортно то в чем проблема вообще не вижу проблемы не знаю мне вот лично удовольствие от того что ты танцуешь классно да вообще ни одна худая девка так не станцует не ну станцует конечно кто занимается профессионально ну короче танцует что офигенно ребят все подписывайтесь на Леру она реально круто танцует очень харизматичный человек куча потенциала огромный потенциал в общем я бы хотела так танцевать это очень очень сексуально и вот есть девчонки стройные а вот они как бревна стоят как деревья а есть вот такие классные девчонки вот которые двигаться умеют да мы идем на муравья и осу так две с половиной минуты осталось что-то даже не лень кардио было делать что-то даже легко как-то прошло может у меня в привычку войдет когда-нибудь посмотри тебе понравится подпишись лера я тебе бесплатную рекламу сделала так ну че задаем мне какие-нибудь последние вопросы у меня осталось полторы минуты на кардио больше я вам времени уделять не буду ну и еще я просто я бы уделила время если я пешком ушла домой а я на велосипеде приехала сейчас на велосипеде за овощами и фруктами и домой спасибо большое Лера я наелю всегда вообще я люблю ходить на степпере но у нас нет степпера в зале поэтому приходится на том что есть спасибо мужику готовить я вот тоже буду через час готовить мужику у меня у меня третий уровень всего лишь пятки ни в коем случае нельзя отрывать ну вот у меня как бы ноги пятки не отрываются и все время полусогнутая колена готовить буду пасту с курицей ой с индейкой и в соусе каком-то там пока еще не придумала короче макароны с мясом вот так вот тренируюсь я четыре раза в неделю и теперь одно кардио будет часовой так все я пошла да я жаробас вот всем жаробасом привет всем хорошего дня все я буду уделять больше времени вам в инстаграме